Всем няшки, пацаны. Как я уже не раз говорил, писал об этом, что я, ну, любитель, как говорится, атомного вооружения и всё, что с ним связано. Всякие видюшки надо бывает посмотреть, как взрываются бомбочки такие. Ээээ, класс. И вот тут вот нашёл такую прикольную тему, полазил в интернете и увидел, что вы можете испытывать атомные бомбы, ядерные, водородные и прочее. Прочую няшность на карте Google Map. Так вот, как говорится, нашёл проект одного там американского, что ли, создателя. Ну так вот, тут можно выбирать... Не, ну, так же, если у вас, естественно, установлен Google Chrome, да, то, видите, переводит. Так-то игра на английском, ну, игра, называю её игрой, так-то она на английском языке, да. Но если у вас Google Chrome, то она, видите, автоматически на русский переводит. Ну, что ж тут можно делать? Давайте сразу посмотрим. Ну, можно, конечно, заданные пункты, да, бомбить. Можно, конечно, самому город выбирать. Можно самому цель метить, вот, пометить цель, да. Ну, давайте, не знаю, ну, давайте в Нью-Йорк, что ли, попробуем бомбануть. Посмотрим, как это будет. Так, ну, можно, в принципе, приблизить, да, полностью. Сейчас мы тоже к этому перейдём. Ну, давайте сюда вот долбанём что-нибудь, вот, выберем цель. Да, так же здесь можно самому ставить, да, мощность. К килотоновым, тротиловым эквиаленте, да, килотоновым. И можно так же вот выбирать, какие есть вооружения на самом деле. Например, вот, Кузькина мать наша, царь-бомба, да, которую на новой земле испытали. Самая мощная, да, и вот разработано ещё сто. Ой, это какой сто? Сто тысяч килотонн. Ну, давайте какой-нибудь долбанём сначала толстяк, который, они, или малыш, нет, давайте толстяк, который, да, бомбанули на Гасаку. Тут Хиросима, да, тут на Гасаку тогда получается. Ну, что ж, вот мы задали, да, мы, в принципе, можем менять своё местоположение, типа, около земной орбите, но это всё херня. Здесь можно, блин, уберись, уберись, уберись. Чтобы в хорошем расстоянии на него смотреть. Ну, по идее, он сейчас должен был до земли опуститься. Ну, ладно, сейчас, сейчас сделаем. Забавное приложение. Так, пофанился где-то полчасика, решил вот вам показать. Ну, да, вот он опускается вниз, но, по идее, он должен был посмотреть именно, блин. Вот от первого лица, допустим. Ну, вот, в принципе, разместил, да, типа, поместись в хорошем расстоянии просмотра. Если на него нажать, то, типа, это безопасная зона, где можно наблюдать за этим. Ну, как я понял, не знаю. Также здесь можно вот это всё крутить, да. Чтобы можно, ну, если у вас не получается мышки самой, то можно здесь, в принципе, настроить. И что тут можно делать? Здесь, именно в этом 3D-приложении, можно вот анимацию поставить, чтобы было видно, как оно взрывается. Также можно оценивать потери. Правда, вот эта функция очень часто не работает, потому что, видимо, ещё пока не проработанная. Тут также можно участвовать к осадке, то есть, ветер, если будет дуть в какую сторону, там тоже будет заражение. Ну что, давайте попробуем вот этот вот толстяк испытать на Нью-Йорке. Пусть они ответят за все свои грехи, сволочи. Вот, происходит взрыв. Заражение сейчас пойдёт. Вот, да, всё, начинает накрывать. Тут зона, естественно, поражения показывается. Ну, анимация здесь, конечно, естественно, такая вот простая, ну, хотя бы хоть какая-то. Давайте сейчас наверх поднимем. Как-нибудь. Да, и вот показывается зона поражения. Вот расчёт потерь идёт, но она не всегда срабатывает. Именно в этом 3D-приложении. Вот, анимация идёт. Можно даже сразу промотать, как будет выглядеть само облако в конце. То есть, как оно поднимется, да. Ну, вот идёт вот это заражение. Тут, в принципе, можно самому менять направление ветра, да, там. Будет всё это обозначено, какие зоны зарадятся радиацией. Ну, и эффекты, да. То есть, посмотреть вблизи, что в первую очередь пострадает. То есть, какие вот красные, это, естественно, большее поражение, да, что прям сразу же снесёт. А дальше уже так, ну, по нарастающей идёт, да. Ну, как меньше, 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 и совсем уже ничего не задевает. Вот видите, вот эта вот бомба. Самая слабенькая, можно так сказать, которые сбросили на Японию, да. Не такая мощная, да, как может быть. Ну, можем, естественно... Да, вот тут просчёт должен быть, но он не всегда просчитывает, к сожалению. Ну что, давайте всё очистим и попробуем сейчас тут самую сильную бомбу долбануть на Нью-Йорк. Вот, опять же, ставим, пометить цель. Вот, цель бомбы, куськи на мать. Можем крупнейший, который самый сильный разработанный, да. Да, тоже тут всякие показывают, какой огненный шар, там, и всё остальное, какая радиация, и как она разносится. Тут, то есть, тоже можно всё это посмотреть. Ну что ж, давайте тогда анимацию посмотрим. Сейчас вот так вот как-нибудь переместим. Сейчас вот просто всё снесёт к херам, блин. Да, пометить. Ну что, детонируем, смотрим, как это выглядит. Ну, это выглядит просто ужасно тут. Всё просто сносится к херам. Видите, какой взрыв. Самая мощная водородная, это же, по-моему, водородная бомба, да. И видите, как она разносится. Просто. Пол, полка, пол, пол штата, наверное, там снесло, хрен поймёшь вообще. Так, ну можно даже сразу тоже посмотреть, как она влияет. Да, видите, тоже зона поражения показывает, всё это подгружается. Ну, тут, видите, вообще в живых никого не осталось. Ну, и облако можно тоже посмотреть, как она выглядит. Вот. Капец, да? Грибочек такой поднимается. Ну, в этой, именно в 3D-версии плохо просчитывается. Сейчас попытаемся, ну, давайте ещё, не знаю, Москвой что ли. Посмотрим, какая самая мощная из американских бомб способна разнести именно столицу нашу. Так, очистить все взрывы, да. Так, приблизко, пожалуйста. Ну, давайте в Красную площадь сразу же долбанём. Чтоб всё правительство долбануть. Ха-ха. Ай, ладно. Так. Замок Брава здесь самый мощнейший из США, который есть. Тоже выбираем её. Ну, давайте посмотрим тоже на анимацию. Ну, сейчас тут тоже всё снесёт хера. Угу, показывать, оценивать потери, да. Хотя он тут не считается, к сожалению. Да. Всё сносится, блин. Пу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. к сожалению было бы вообще просто 100 это 10 из 10 ну давайте сразу посмотрим какое оно последствия имеет да но это капец вообще видите да все москву снесло к херам мечта наверное многих кто ненавидит этот город да я в принципе тоже не люблю слишком людный бесит у меня да но тут не просчитывается но если не просчитывается тут наверху есть вот оригинал то есть это 2d если нажать здесь больше час чаще выпадает что она просчитается так но сейчас наверно взорвем тоже в москве вот я где-то здесь живу посмотрим например если на красной площади долобанет самая мощная американская бомба что будет со мной то также можно убирать поверхность этот более продвинуться здесь но это не в 3d то есть я могу в воздухе взорвать могу поверхности жертвы показывать и реактивные осадки ну чё же давайте попробуем да давайте тут тоже по можно также выбирать не тут из-за того что тут переводится да то есть не видно нифига то есть то тоже можете показывать ему где взрывать перетаскивать допустим да еще чего нибудь давайте выберем мощную американскую бомбу да да все прочитал тут сразу же происходит взрыв и сразу показывать последствия ну как видно я бы не выжил так но тут он не просчитывает слишком вот вот это минус если бы вот сейчас она может просчитать и вот если бы этот сама вот этот ну как сказать вот эта игрушка да я не знаю как и назвать если она была бы то есть устанавливался бы на компьютер да но сведения брала бы из интернета то есть цены бы тогда не был то есть она просчитывал бы а то а так она как-то находится на сайте поэтому здесь она может долго просчитать то что всякие люди тоже могут заходить тоже взорвать и вот этот расчет потерь видите там чем больше людей тут пытается что-то взорвать с тем меньше шансов что потерь покажет но я сейчас добьюсь того что потери показала естественно добью эту тему вам показать ну вот он наконец-то показал десять раз долбил на эту кнопку это сколько сразу же умерла это сколько пострадала да ну и также здесь можно сразу несколько допустим долбить да где-то еще где-нибудь можно долбануть до такой же бомбы вот сразу несколько запустить до чтоб еще там чем-то разбомбил но естественно там не будет уже показывать опять сколько пострадала потому что здесь в этом плане она непродуманного ну лагает и также он вот показывает на каком расстоянии видите так написано подробно влияет удар до радиация радиус все такое все такое можно принципе ну не знаю слабенькую какую-нибудь испытать выбрать каком слабенькую вот опять же самый слабый допустим давайте выберем как она повлияет мельчайших бомбы до жертвы он видите то есть на совсем да даже только красную площадь там наверно на и долбанула и все но опять расчет потери но скорее всего на 5 выдаст ошибку я просто на 100 процентов уверен ну потому что опять же говорят если бы она установлена на компьютер да и сведения брала бы с интернет это она работала бы быстрее так она на сайте естественно люди заходят нагружает там может там чудо осят там типа специально типа о какую типовую фигню придумали вот это все бывает ну да 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 но мы в принципе можем посмотреть опять же на взрыв маленькой бомбы на как она повлияет именно в анимации посмотреть на допустим опять же в москве многострадальный да 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 анимацию цен потери участок осадка то есть тут надо юзать сразу два сайта да то есть пока это не проработано судя по всему только-только начали видимо это делать хотя не знаю может она уже давно но вот видите как все происходит совсем маленький радиус самая маленькая бомба до эффекты сразу давайте какой облака будет выглядеть в это вот в итоге давить совсем маленькая и что сильно пострадает при этом на все также здесь просчитывается ну давайте напоследок так очистить все взрывы поставим цель и выберем самую мощную господи тут надо отодвинуться подальше чтобы это все увидеть и а не мерить до анимацию бабах все гуськи на мать в москве вообще просто все жопа полная и как это выглядит в итоге в итоге в итоге видите облака какое какой высоты и как повреждение какие если такая херня взорвется то есть но видите тут вообще просто все снесено нахер все красное там первая ударная волна вторая третья там и дальше и дальше и дальше и радиация еще пошла еще плюс сами территории заражаются ведь радиации можно даже скорость ветра менять там прочее ну или давайте опять же в оригинал вернемся посмотрим как это будет выглядеть именно здесь поверхность тайна жертвы он бабах и все да такая вот херня никто не выживет в этом округе ну да опять он пишет что не может прочитать ну по крайней мере тут можно почитать что он может что он может сделать радиация какая будет показывает как она обозначается но лишь бы очень интересно за кого-то приложение до естественно ссылку я кину в описании на именно 3d версия там уж можете сами переключиться наверху нажать на на оригинал до даже оригинал у меня теперь а нет это 3d грузится туплю ну так можно до выбирать вся цель может там не знаю какой угодно естественно страну бомбить но проще просчитывать жертвам очень сложно их просчитывать то есть он постоянно это ошибки может из-за того что именно я нахожусь ты тысяч сайт разработан может там в америке да я нахожу здесь и поэтому у меня здесь сложно это все прочитывать ну ладно в принципе вы поняли приколюху этого приложения развлекайтесь что же все спасибо всем пока о господи